Разгар рабочего дня метро не работает. Уже в который раз неизвестные сообщили в милицию о заминировании станции имени Малышева. И взрывотехники отправились на поиски взрывчатки. Скорая и пожарные, как всегда в таких случаях, дежурят на месте. Правоохранители объясняют гражданам, как лучше добраться до места назначения наземным транспортом. Кому-то приходится прогуляться пешком. «Пешком от спортивной шли, вместо того, чтобы ехать. Я бы этому позвоночному что-то засунул в одно место. Без чеки. Пускай бы попрыгал здесь. Заколебали». Версии о том, кому не дает покоя работающие в нормальном режиме метро, самые разные. Первое – в милицию звонят бездельники с отклонениями в психике. «Человек, которому делать нечего просто, потому что смысла от этого я не вижу, в чем он выигрывает». «Ну, какие-то, как сказать правильно, ну, что-то выпил, кому-то делать нечего, позвонил, бросил. А может, недоброжелатели какие-то. Ну, нормальный человек этим не будет заниматься, правильно?» Как сообщили в пресс-службе областного УВД, за последние несколько месяцев было уже более десятка таких заминирований. Один и тот же человек поднимает по тревоге все оперативные службы, или же их несколько. Такой информации правоохранители не дают. Уголовные производства по всем фактам открыты по одной статье. Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Есть ли какие-то продвижения в поиске телефонного террориста, в милиции также не распространяются. Между тем, люди обсуждают и другие версии того, кто стоит за всеми этими регулярными минированиями. «То могут заниматься те, которые заинтересованы в том, чтобы здесь этот завод стоял и не работал. Я так думаю. Потому что выбрали бы тогда другое метро, правильно? Турбо-А там почему не выбрать? А почему ХТЗ не выбрать? Ну там нет танков, никто ремонта не делает, никто армию не обеспечивает. Ну вот эти вот они и делают. Кто, кто в этом заинтересован. «Дестабилизировать, сорвать работу. Ну если бы сорвали работу, то как вот раньше было, всегда было с утра. А когда происходит выходной и этот самый, то есть в такое, в обеденное время, как-то вот просто как, ну, человеку там служившему непонятно. А другие говорят, что собираются эвакуацией. То есть потихоньку вывозить станки вглубь страны, на Житомир или куда-то. Ну это опять же, это слухи, как говорят. И почему вот это делают в это время, чтобы меньше было народа и меньше это видели. Или опять вот это вот шутки, что действительно больше сорвать производство, ремонт техники, которая, ну, сюда же поступает, вот эти оборонные предприятия, серьезные. Ну, скорее всего это». Через полчаса после начала работы на месте взрывотехников улицу Плехановскую полностью перекрыли. Перестал ходить и общественный транспорт. Из-за этого на Московском проспекте образовалась огромная пробка в обе стороны. И еще через два часа метро открыли, как сообщили в областной милиции. И на этот раз вызов оказался ложным. Никаких взрывных устройств ни на станции, ни рядом не обнаружили. Галина Шподарева, Александр Романовский, Агентство телевидения новости.